Всем привет! Сегодня у нас в гостях в редакции Гламура Соня Ейсман. Привет! И мы, в общем-то, здесь не просто так собрались. Мы решили потестировать осенние новиночки макияжа, помады, прекрасные лайнеры для глаз. Новые средства для бровей. В общем-то, все. Сегодня мы потестируем на себе. Соня, у меня к тебе такой вопрос. А чем ты обычно пользуешься? Я, если честно, люблю нюдовый карандаш для глаз, для щек и для глаз. Я использую три в одном. Мне кажется, сейчас в тренде вообще не быть в тренде и не носить косметику. Не накрашенная девушка красивее, чем когда она накрашена. Ну, то есть, все это убирает? Ну, да. Короче, все. Заканчиваем. Нет, нет. Ну, конечно, мне нравится все равно краситься, потому что краситься это как искусство в каком-то плане. Мы начнем с помад Urban Decay. Это Wise Lipstick. И мы взяли огромное количество оттенков. Помады все делятся на несколько текстур. Есть кремовые, есть металлические, потому что металлические сейчас в огромном тренде. Вот. И, конечно же, матовые текстуры. Мой глаз радуется просто, смотря на это все. Ну, поехали. Давай тогда выберем какие-то оттенки. Мы выбрали. Ну, да. Мне кажется, вот этот оранжевый металлический цвет с этой подводкой было бы очень классно. Этот цвет Wildfire. Это металлический какой-то оранжевый цвет. Что, мне кажется, будет очень интересно выглядеть. Да, интересно. Как морковка. Цвет морковки. Морковка. Эксперимент номер один. Наносим. Ты наносишь сначала карандаш или сначала помаду? Ну, карандаша нет. Я все неправильно сделала. На самом деле, это не страшно. Мне кажется, все так забывают по утрам. Что сначала наносить? Urban Decay очень прикольные, кстати, карандаши. Я бы, честно, никогда в жизни его не одела металлический оттенок в Легу, потому что я любитель натуральности, но всегда в крайнем случае под какой-то наряд и образ это очень даже перекрашивается. Ну, вот примерно как-то так. Ну, да. На самом деле, свежий оттенок получается и хорошо сочетается с персиковой кожей. У меня персиковая кожа? Очень как будто в рекламе в этой. Да, я тоже просто почувствовала, что я пересказываю релиз. Вывод? Мне кажется, идет. Мне кажется, стоит попробовать и не бояться металлического оттенка, правда. Потому что если не сочетать это с синим... Ну, да-да-да-да-да-да. Мы можем снять синим, чтобы показать. Ну, в принципе, мне кажется, это подходит. Если нравится носить красную помаду, но тебе потом кожа тоже подходит, как бы... Либо совсем под цвет губ и хочется немножко украсить. День. I like it. I like it. Ура. Теперь моя очередь. Я выбрала себе оттенок. Trust. Не знаю. Мне кажется, они создают слова иногда. Просто назвать и все. Ну, вот что-то заживать. Trust. Trust me. Доверяй мне, пожалуйста. Это будет цвет хороший. В общем, мы сейчас это посмотрим. Но я буду наносить без подводки. Попробуем просто. Какой это будет вариант. Но это более яркий оттенок, чем у тебя. Я наношу сначала по контуру, на самом деле, всегда. И мне очень нравится. Спасибо тем, кто придумал форму помады, что они сделали это вот так, потому что я пользуюсь острым конечком, как контуром. Так и нужно же, да? Ну да. А как накрасить ровно помадой? Есть какой-то совет? Как ровно? Я, честно, ровно не наношу. Я не наношу полностью. Я немножко просто как бы наношу помадой, а потом растушевываю все с пальчиком, чтобы все более как бы натурально и впиталось в кожу. Или можно потом... Ну, обычно я крашусь с какими-то натуральными помадами, и потом я беру бронзер, и поверх него пудру вот так отложу, чтобы он оставался дольше. Или жмяными. Тем временем я накрасилась как могла. Ну, тихо. И получилось. Мне кажется, оттенок, конечно... Мне нравится. Тебе очень идет, кстати. Потому что водовый цвет. Ну, вот равно поэтому. Я бы, наверное, пошла так куда-нибудь. Да, мне очень нравится. Но я бы надеяла, что это черное. Ну, чтобы... Мы сейчас еще потом все это попробуем. Потому что все слишком хорошо пока. Мы не ожидали такого. Мы решили что-то спорное протестировать. Как, допустим, коричневый металлический туман. Ну, он такой. Серьезный. Ну, и вообще... Ой, господи, ой, господи. У меня уже какая-то болезнь. Нет. Нет. Просто должен кто-то подлетать и убирать руку от твоего лица. Да? Ну, как бы нет. Просто это интересно. Нет. Дело в том, что если ты такой человек... Есть люди, которые просто имеют разный характер, разные вкусы. Если это твой вкус, мне кажется, если с уверенностью это носить, никто бы даже не задумался о такими странной губах. Потому что... Мне кажется, я бы видела такие губы на какой-то прикойной девушке. Да. Просто уверенной в себе. Она ходит с такими губами, и ты не думаешь, что это странно, потому что это просто она. Это ее правда. И сейчас еще попробую, наверное, такой, чтобы у нас с тобой... Чтобы контракт немножко создать. Контракт был. Ну, контракт создать. Ван Ди Кей. Кстати, как называется твой цвет? Мой цвет называется... Свет. Господи. Мой цвет называется Старед. Шипован. А у меня... Барфлай. Барфлай. Окей, попробую. Давай. Я надеюсь, что это не такой бутвей, как... Шучу. У меня все розовенькое сегодня. А мне нравится прям очень. Ну ладно тебе. Прям очень-очень нравится. Блин, вообще кайф не снимает. Ты серьезно? Мне очень нравится. Давай наш вердикт какой? Вердикт то, что есть цвет для каждого человека. Для каждого вкуса. И сами оттенки красивые. А что насчет экспериментов вообще? Надо советоваться всем. Экспериментировать и так далее. Мне кажется, можно прийти просто в магазин и прям вот так сделать просто себе несколько вариантов. Экспериментировать, да. Да, но как бы ты сам привлекаешь как бы то, что тебе нравится. Допустим, человек просто дико интересовывается, ему очень нравятся красные помады. Не обязательно даже ее тестировать, если тебе очень сильно что-то нравится. Наверное, это как бы знак, что тебе надо это носить. Поэтому если тебе нравится... Или даже на комнате. То-дю-эт. На 4-дю-эт. Ну да, на фотошопе покрасьте его и узнаешь, если тебе идет. Следующий наш продукт, этап. В общем, мы решили потестить хайлайтер. Это тоже Urban Decay. Мы сейчас просто потестируем их новинки. Мы будем тестировать хайлайтер и будем тестировать тени до век. Сейчас в моде блестки. Расскажи про блестки. Обожаю блестки. В Лос-Анджелесе сейчас огромный такой тренд, что когда все эти музыкальные фестивали происходят, как бы люди реально клеят блестки по всему телу. По всему телу, как хайлайтер. Вот прям рассыпчатые такие большие блестки. Но это очень красиво. Это как веснушки получаются. Ну да, летом прекрасно. Но это осенний тренд. И осенний осень в Москве, ну как бы это немножко... Это классно. На вечеринку приклеить свои блестки, там на глаза. Это очень красиво получается. Я буду тестировать бежевый оттенок. А я зеленый. Под цвет глаз. А потом посмотрим и дополним все это хайлайтером. Мне нравятся эти милые коробочки. Потрясающие. Все прям... Не вытащишь ничего. Просто нельзя ничего вытащить из этих коробочек. Они слишком хороши себе по себе. Они должны там остаться. Потому что они слишком хороши. Не могу. Не могу. Не, ну здесь... Вот такая коробочка. На самом деле очень милая. Просто чем ее пальчиком наносить? Ну я тоже догадалась. Скорее всего здесь нет спонжа. Ой, господи. Придется наносить это пальцем. Ну я, честно, сама бы выбрала, наверное, какой-то золотистый оттенок. Но даже и зеленый. Блин, если бы кисть была, можно было бы очень красиво с макияж сделать. Мы сейчас попробуем с кистью все это. Мне очень нравится. Такой сразу свежий взгляд. Как будто спала целую ночь. Вау. Просто. Да? Вау. Просто красиво. Барби. Опять Барби. Это просто нереально. Очень красиво. А я какая-то готек Барби. Как обычно. Как обычно. Ничего не меняется. А как ты красишься? А ты не сказала, ты красишься одним средством? Да, я крашусь с карандашом для губ. Мэг. Boldly Bear. А получается еще глаза? Да. А брови? Ну брови я отдельно. Я когда просыпаюсь, я брови крашу, потому что без этого я не могу. У меня волосы очень длинные на бровях. И если их не красят, не заправить чем-то, тогда они просто бегут по всяким сторонам. По виду. Да, да. Развиваются. Ну вот. Блин, я не умею краситься. Помогите. Я тоже очень много нанесла под глаза. Тогда мы пробуем еще хайлайтер. Вот чего не хватало. Вот чего не хватало. Еще блеска, давай. Мне кажется, не хватает блеска. Очень мало блеска. Нет, блеска слишком мало. Мы должны прибавить чудо. Это Afterglow хайлайтер. Кто первый? Ты первый. Хорошо. Да, сейчас посмотрим. Итак, мы сейчас потестируем этот хайлайтер сначала на моей коже, а потом, то есть к светлому, к светлым блескам, а потом к темным блескам на Sony. Ничего страшного. Уже назад не пойдешь. Только вперед. Смотри, видно? Ну ты-то бы... Да? Это розовый цвет получается? Это розовый, да. Да, очень видно. Очень видно. Сильно? Да. Красиво? Плохо? Ну я бы вот сюда розовый не положила бы, допустим. Это, скорее всего, мне кажется, похоже на румяна, чем хайлайтер. Они очень розовые. Я вот ожидала, что консистенция будет немножко более расширчатая, не фигментированная. Потому что я сейчас сделаю, мне придется как бы весь макияж снять. Нет, чуть-чуть сделай. Ну вот, видишь? Чуть-чуть. Он прям очень розовый. Я, наверное, ожидала, что он будет выглядеть естественно, как естественный хайлайтер. Да, потому что оттенок очень нежный, пудровый и шикарный, потому что он совсем будет легкий, такой добавит свежести румянцы, да. Но он прям слишком технический такой цвет. Вот с румяными быть аккуратнее, да. Окей. Мы сейчас будем тестировать накладные ресницы. Ресницы сейчас самый актуальный тренд. Один из самых актуальных. Главное, главное, уметь их наклеивать. Если вы умеете правильно нанести и все это приклеить себе куда надо, тогда точно вас ждет определенный успех. В общем, мы выбрали реснички от Романова Мейкап. Это российский наш визажист, который выпустил лимитированную линию таких ресниц. Мы решили, что мы просто должны их попробовать. Ты пользовалась когда-нибудь? Да, я пользовалась. Я еще делала себе нарощенные ресницы в прошлом сентябре. И я не видела особой разницы, потому что у меня и так есть как бы ресницы, и их видно. Поэтому у меня нет проблемы. Явно я знаю, что я делаю. О чем говорю специалист в этом деле. Главное, я на ручки не приклею тебя. Нет, на ручки не, нет, сюда-сюда, на столик. Ой, сейчас. Может быть, на ретничке сразу клею? Да, давай, можно. Сейчас. Если клеить на 2 сантиметра выше, никто не заметит. Что ты нормальный человек. Я выбираю Russian Edition, потому что я Russian. Вау, вау. Вау. Просто. Ну, а ты не приклеишься? Главное, когда строишь глазки, чтобы они отошли. И когда целуешься, да, чтобы меня качали к партнеру. В принципе, вот, я Russian Edition. Russian Edition на один глаз. А другой? А другой Лос-Анджелес. Russia? Лос-Анджелес. Russia, войди с красненьким накрашивай. Красивый плосочек сюда. 2-2 изделяем, ну, чтобы было понятно. Мне пока что ничего не понятно. Прости меня, Сога. Прости меня, зайка. Вы просто в 3 к себе приклеиваете, как обычно, на самом деле. Ничего там страшного не было. А, да? Окей. Сказочки так детям рассказывают, да? Профессионал. Главное, на самом деле, по контуру приклеить и проверить, чтобы уголки были проклеены. Чтобы они не отхнобили. Это основное правило, пожалуй. Окей. Так. Чтобы ветер не дул. Ну-ка, покажи. Что? 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 Что за глязь? Смотрю на нее. Просто это... Да. Мне кажется, нужно краситься под них, наверное, как-то. Ну, да. Просто под мюдовый макияж что-то точно явно не пройдет. Что? Как просто кукла Чаки. Может быть, какие-то естественные, да? Ну, да, давай. Чтобы отличаться от тебя. Да-да. Это типа как понять. А самые какие-нибудь легкие? Чтобы не дай бог не перебить. Чтобы, не дай бог, будет похож на тебя. Мы клеим, проклеиваем всю эту часть. Намазывай. По совету Соне. У меня не экспертов. Все вот так. Немножечко подсушим, чтобы не растеклось по глазам. Давай. И поехали. Вперед. Все нормально. Я точно этим буду пользоваться в старых. Так, мы сейчас еще потестируем стрелочки. Это не новинка осени, но это российский, наш московский визажист Сергей Наумов. И он мне прислал уже несколько месяцев назад. И я обещала что-то с ними сделать, показать, попробовать. Я до сих пор этого не сделала. И я хотела сделать с тобой, посмотреть на самом деле. Стрелки накладные были какое-то время очень актуальны, в моде и так далее. И сейчас, в принципе, все это остается. Здесь есть вариант вот таких цветных стрелок. И есть вариант, здесь сразу показано, если что, если не хватает фантазии, как это сделать. И есть еще обычные черные стрелки. Ну, это с вами более, конечно, более пары. Можно я селфи сделаю? Блин, я так серьезно не смеялась уже, я не знаю, сколько лет. Как? Ой, это парочку. Парочка-то точно. На самом деле, да, усы сейчас очень в моде. Нет. Нет? Нет. У мужчин в моде. А что, у женщин нет? Что? Мы же феминистки. А я, прикинь, догадалась. Я не знаю, серьезно. Ну, я тоже. В любви, то, что надо, наверное, вот эти всякие очень интересные креативные вещи очень классно для визажистов. Для людей, которые экспериментируют с косметикой и любят это делать. Но если ты человек, который любит красоту, наверное, это какой-то огромный заморочек. Абсолютно. Как, допустим, для меня. Когда руки не набиты, почему можно себе это делать? А у меня руки набиты. Усы всегда можно сделать себе. Ну да, усы всегда, да. Это запросто. Следующую вещь, которую мы будем тестировать, это цветные туши от Giorgio Armani. Один из них в синем цвете, а другой в красном. И третья у нас тушь Lancome. Новая тушь, которая очень-очень уникальная форма. Которая, как Ирина сказала, она не знает, как вообще это нанести. Очень видна, честно. Бэнг-бэнг. Но я думаю, что мне вот эта тушь очень понравится, потому что формочка, у нее очень маленькие кисти, они пластмассовые. И для меня именно такая тушь всегда подходит. Я обычно люблю как бы заливать лестницы или как называется. С этим curler. Я люблю curler. И у меня уже ресницы. Накрашены, но не страшно. Просто из... У нас совершенно чуть-чуть накрашены ресницы, поэтому... И они накрашены просто в эту сторону. Если их как-то завид, то мне кажется, красиво очень. Открытые глаза получились. Вот, да. Ну-ка. Ну как бы очень-очень много объема, это классно. И удлиняет ресницы одновременно. Да, очень хорошо. Очень-очень много объема. Да, очень. Очень-очень много объема. Прям очень-очень-очень-очень. Прям очень-очень-очень. Очень-очень-очень. Ты хочешь красный или тени? Мне все равно. Мне кажется, тебе красный подойдет больше. Хорошо. Красный и синяя туши от... У меня везде эти стрелки теперь. От Giorgio Romani. Просто. Поехали. Там основа в том, что нужны какие-то тени, очень мягкий подсвет этой туси, чтобы он не фармировался. Вау. Ну это классно, когда помада, да, сейчас классно? Очень красиво. А у меня как бы незаметно, у меня все равно черные листы. Черные листы? Нет, сейчас занемся. Лесницы, конечно, получаются огненные. У меня огненные. Это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень классно. А мне вот просто консистенция нравится. Честно, вот этот синий цвет вообще на мне ничем не выделяется. Как бы он незаметен. Но сами ресницы накрасятся здесь очень красиво. А, потому что это же не синий цвет, это нейви. Нейви? Причем совсем черный и синий. Да. И синий-черный. Ну, если вы тогда боитесь просто ярко-синим краситься, это, наверное, хороший вариант. Я такая не усмела. Очень красиво. Да? Мне кажется, очень мило. Нереально. У тебя тоже хорошо. Ну, у меня просто в целом, да. Такое, прям, чуть-чуть свечение такое синее. Да? Мне нравится. Мне нравится. Как это называется? Как это называется? Каял, по-моему. Каял. Карандаши. Карандаши. Это Ив Сен-Лоран. Кстати, бьюти и поменяли название? Ив Сен-Лоран. Все-таки так же, да? Он Ив Сен-Лоран, да. Ив Сен-Лоран. Который, который обещает сделать идеальную стрелку. И здесь синий оттенок и темно-зеленый красивый оттенок. Мне кажется, можно Соне отдать синий, чтобы у тебя продолжить. Да-да. О-о-о. 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 А мне такой зеленый, чтобы сделать более яркий мейк красным моим ресничком. Если бы только я умела краситься, это было бы очень красиво. А что мне вообще с ним делать? Я не понимаю. Нужно сделать стрелочку. Маленькую. А можно я ее вот сюда сделаю? Можно. Ну все, короче, я закончила, я не знаю, что больше можно добавить. Ну-ка. У тебя красиво еще. Нет. Я постаралась. Соне макияжник очень нравится. Просто я взяла на себя ношу красиво. Просто. Отлично. Да? Да. Нет. Хорошо. Из предыдущего теста мы оставили Соне ресницы. Вот. Синие. Да. Мне нанесли обычную черную тушь Chanel. И, в общем-то, мы готовы протестировать последнюю новинку. Это да. Это потрясающее средство от Armani Air Brow Maestro. Вся линия у них вообще шикарная. И это вещи, которые можно наносить на веко и на брови. Мы сегодня попробуем нанести это на брови, потому что, в принципе, мы сегодня много цветного тестировали. То есть, ну, не хватает немножко. Да. В разнообразии. Чего нет? Чего нет? Чего нет? У нас три цвета и... Я выбрала синий. А я выбрала вот такой фиолетовый, фукси. Много разнообразия. Поехали. Я думала, что это нужно все лазить вот этой вот киской. Я просто слышала. Ну, нет. Кисточкой сначала макаешь в... Что это? В средство. В средство. И красишь брови и потом расчесываешь с вот этой кисточкой. Поняла? Поняла. Вперед. Вперед. Попробуй. Я просто вообще не представляю, в каком случае это было бы нужно. Вау. Хотя. Ты никогда не знаешь. Если посмотреть это видео через сто лет, может все будем красить. Это будет нормой. Потому что культура вечно меняется. Так что. То, что мы считаем странно в одной культуре, может быть совершенно нормально. То есть, если вы поедете куда-то с таким макияжем... Ну, в Токио, допустим. Если гулять где-то по Харажоку, наверное, это не было бы настолько странно. Да. Потому что там люди привыкли, что люди ярко выражаются. Как будто у меня были татуировки вместо праздника. Конечно. Сейчас, подожди. Я еще и последнюю часть. Эксцентрично. Такие вот пигменты. Их можно использовать практически для всего. А для губ так? Может быть тоже? Да. Хотя с красными пигментами надо быть осторожным на глазах. Чтобы они... Потому что ожог бывает. Что, что? Я там с лосьми. Нет. Нет. Потому что там пигмент в красных таких, типа, кремах. Да, там какой-то красный пигмент, который нельзя использовать на глазах. Потому что воспаление будет. Поэтому обычно такие вещи не производят в красном сайте. Угу. Я это узнала очень сложным образом, когда на съемке у меня глаза воспалились. Красными, как бы, такими селями накрасили глаза. А, да. Я не зачесала себя. Нет, не делай так. У тебя и так смешные они. А что, вы стараемся быть смешными? Нет. Просто... Я хочу быть красоткой. Холубой. 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 Все хорошо. Тебя так люблю. Спасибо. Спасибо. Не, ну неплохо, как бы. Очень странно, очень странно. Очень странно. Ну неплохо. Ну, как бы. Ну, не хорошо. Ну, короче, я не знаю, как это сделать. Это просто. Я думала, что это можно будет легко делать. Ну, просто вот здесь вообще не красить. Вот здесь вообще не потрогайте. Потому что это монобровь. Секрасные пятны у меня появились. Как будто у меня какое-то было воспаление. Как будто я тебе взяла неудачный татуаж. Да, да, да. Просто я тебе татуажку. Да, 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 да. И выхожу. Ухожу. В общем, наш вердикт. Супер. Супер. Не делайте так. Да, да.